Приветствую на канале Рубанков. Меня зовут Владимир Сасин. Сегодня мы поговорим о таком речицком инструменте как ложкорез. Из названия этого инструмента становится ясно, что основное его предназначение вырезать хлебало, то есть вырезать ложки. Но и не только. То есть можно применять его в резьбе, в различных выемках, где-то нужно снять материал, углубиться и так далее. Ложкорез это инструмент речицкий, который имеет внешний вид вот такого крючка. По сути, это нож с изогнутой режущей кромкой. Ложкорезы бывают разных профилей. Под профилем я понимаю как раз радиус этого изгиба. Вот наглядный пример. Два ложкореза разных профилей. Большой радиус и маленький. Маленьким радиусом удобнее выбирать маленькие хлебало, маленькие ложки. Большим, соответственно, большие. В умелых руках можно и маленьким ложкорезом сделать довольно большую ложку. Главное не усердствовать, не снимать большую стружку на финишных этапах, а небольшими движениями подчищать, то есть убирать все наши бугры, образовавшиеся до этого. Также, помимо различных профилей, ложкорезы делятся на правые и левые. Как их различать? Если мы режущую кромку убираем от себя, смотрим на обух инструмента, петля у нас с левой стороны, значит, этот ложкорез называется левым и правый. Соответственно, наоборот, обух смотрит на вас, петля с правой стороны, крючок, значит, это правый. Правый ложкорез предназначен для работы правой рукой на себя. Что это значит? Берем инструмент в правую руку и движение у вас должно быть на себя. Но есть еще другая техника резьбы. Я вот вообще-то левша, поэтому правой рукой не очень красиво это демонстрирую. Я левша, я работаю правым ложкорезом, то есть это не значит, что правый для правши, левый для левши. На самом деле все просто. То есть левой рукой приходится работать от себя. Я еще тут помогаю большим пальцем, то есть придавливаю немного в обух, тем самым упрощаю себя физику реза. Мне это легче делать получается. Такими простыми движениями буквально за 10 секунд можно сказать уже ложечка выбрана. Хотите сделать ее продолговатой, то есть удлиняемся дальше. Когда я решил попробовать свои силы в изготовлении ложки давным-давным-давно, у меня не было ложкореза, и я пользовался полукруглыми стамесками, какими-то клюкарзами. И когда в мои руки попал ложкорез, первым это был как раз ложкорез фирмы Петроград. На данный момент я общаюсь с многими ребятами, которые занимаются изготовлением ложек, профессионально так сказать. У них у всех разный инструмент, разных производителей, разных марок, и я от них очень-очень часто слышу то, что после приобретения этих ложкорезов разных именитых брендов, их приходится перетачивать. Под этой фразой перетачивать я понимаю, вот сейчас схематично так нарисую, зачем они перетачивают. Рисую профиль будущей ложки хлебала. Чтобы выбрать ровненько вот этот радиус, нам нужно сделать так, чтобы ложкорез, вот эта его часть, наружнее, максимально была приближена, либо чуть меньше радиус должен быть, и, соответственно, здесь режущая кромка и внутренняя сторона. Максимально близок к нужному профилю, то есть вот эта сторона должна быть закругленная, линзообразная, так сказать, да? А у многих производителей она имеет вот такую форму, то есть толщина клинка, скажем, угол заточки и вот просто прямой обух. Получается, что когда мы хотим сделать выборку, режущая кромка, мы цепляемся обухом, и здесь у нас появляются такие ступеньки, когда мы хотим сделать выборок. У ложкорезов Петроград с течением времени за последний год потерпела много изменений геометрия клинка, так сказать. Во-первых, они стали по высоте, по ширине клинка значительно меньше, это вот прям заметно, да? Когда мы уменьшили ширину клинка, нам стало уже проще делать этот выворот. Соответственно, на узком клинке легче сделать линзу. Потом, толщина клинка у фирмы Петроград, у этих ложкорезов, толщина около 2 мм, не случайно. Если брать более толстые клинки, то как раз сделав эту линзу, у нас угол атаки меняется настолько, что приходится врезаться в древесину не в том положении, в котором нам анатомически удобно, то есть мы держим, и вот у нас уже все, пошла стружка. При толстом клинке придется его ставить как-то вот за предел, чтобы начать резать, потому что угол будет максимальный. То есть не 15 градусов, около 15, как у нашего ложкореза, а больше. Но и делать его значительно тоньше тоже грозит опасностью. Какой? Во время работы он будет изгинаться в продольном направлении. И когда мы будем резать, ну, будут создаваться какие-то вибрации, он будет непредсказуемо себя вести во время съема материала. Еще раз схематично нарисую теперь в сечении, как выглядит клинок. То есть вот это у нас прямая внутренняя сторона. Она плоская. Давайте покрупнее буду рисовать. Толщина клинка у нас около 2 мм, но на выходе здесь... Схематично, то есть вот так. И обух у нас линзообразный. Вот этот угол порядка 15 градусов. То есть угол заточки изначально 15 градусов. Именно вот этот радиус позволяет нам делать плавный переход именно внутри хлебала, внутри ложки. Вот именно так все выглядит в теории. Давайте попробуем, посмотрим, как это выглядит на практике. Возьмем брусочек, возьмем ложкорез старого образца. Смотрите. Вот я выбираю лунку. Вот смотрите. Как только обух уперся, мне приходится поднимать реверующую кромку над материалом. Образуется вот ступенька. Может быть на камеру плохо видно, но для этого я как раз изображал теоретически это. Вот они, прям ряд ступенек. Раз, два, три. Даже по звуку слышно щелчки такие. Прыгает резец. Вот они ступеньки. Я это делаю непреднамеренно, оно так само получается за счет как раз этой геометрии. Если мы возьмем резец, который имеет скругленный обух, линзообразный, так сказать, то здесь все гладенько, одним движением, выворот происходит очень легко, чистый, глянцевый рез. На сегодняшний день из всех производителей, которых я знаю, я не встречал готовый, полностью готовый, доведенный к работе инструмент. Именно поэтому на своих авторских курсах по резьбе деревянной посуды я рекомендую ложкорезы Петроград. То есть они требуют минимальных каких-то потерь времени на заточку. То есть он уже заточен. И нужно только лишь подводить во время работы. То есть буквально несколько движений. Наружная сторона. Я подправляю кромочку. Опять же из упаковки, как правило, все хорошо. Но в процессе работы понятно, что инструмент тупится. И внутреннюю сторону тоже нужно немножко подправить. Для этого есть специальный брусочек, закругленный кромкой. И по внутренней стороне я делаю также несколько движений. При необходимости эту операцию можно повторить. Опять с наружной стороны. И с внутренней. Качество реза определяем именно по чистоте поверхности. Если нет никаких бороздочек, рисочек, рез у нас чистый, глянцевый, значит, инструмент готов к работе. Если вас заинтересовал лошкорез Петроград, то найти его и все для его заточки можете по ссылке в описании. С вами был Владимир Сасин. До следующей встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!